Ну, я же говорю, я три года ждал, мне настолько надавили вот эти поболтушки, поболтали, все друг друга перебивают, каждый хочет выговориться, разговаривает двое-трое одновременно, сидишь, голова пухнет, никто ничего не решил, все разбежались и все, и что? Никто ничего ему не научился. Так, ну что, продолжаем, какие вопросы? По поводу полиции, да? Общение с полицией. Общение с полицией это, скажем так, универсальное общение, которому стоит научиться заранее, знать основные принципы. Это общение пригодится и при общении с Росгвардией, и с ЧОПовцами, и с любыми должностными лицами, то есть это главный принцип. Ну, давайте напомню, да? Ноль, это представьтесь, единичка, это аудиозаписи, видеозаписи, это вообще изначально, это в любом случае, это до автоматизма должно быть, это технические вопросы. Сейчас я говорю о том, как научиться разговаривать, я касаюсь именно разговора. То есть любой разговор, вот этот пункт, представьтесь, он игнорируется большинством блогеров, многие про него забывают. На эмоциях, выскочил, срочно позвали, прилетел, там, забыл тапки надеть, и т.д., и т.п., в общем, увидел, включил эмоции, и все. Ничего не знаю. Вот, представьтесь, по полной программе. Фамилия, имя, отчество, звание, должность, номер нагрудного знака, причинная цель вашего присутствия тут. Грубо говоря, ты кто? Дальше, первое, чего ты хочешь? Чего ты хочешь? К кому относится? К любому. То есть этот вопрос? Ну, это не вопрос, это вообще полицейский обязан, после того, как он приставится, задать вопрос, что вы хотите. Не что у вас случилось, а что вы хотите. А дальше вы должны сформировать свою волю, чего вы на самом деле хотите. Сформулировать этот ответ. То есть вы можете, это, ваше право на вы и на ты обращаться, к любому. Это ваше право. Я обычно стараюсь на ты перейти, потому что я считаю, что ты это культурно и вежливо, потому что в семье все между собой общаются на ты. Ну, меня в семье. Не везде. Не везде, да. Я просто знаю семьи, которые на вы общаются. Да, мне полицейские некоторые рассказывали, что они у себя в семье, ну, я так предполагаю, в Ашкирии или в Татарстане, они друг к другу обращаются на вы. Ну, по крайней мере, к родителям. Ну, у меня в семье все обращались на ты. С друзьями я на ты всегда общался. В Азии или на вы? Ну, без разницы. Я считаю, у меня по этому поводу есть статья, я стараюсь на ты обращаться. Но я всегда спрашиваю разрешение. То есть я спрашиваю, как к вам можно обращаться? Можно ли к вам по имени обращаться? Могу ли я к вам на ты, с вами на ты разговаривать? Если человек дает добро, невзирая на все регламенты, там, ОМВД обязывает на вы обращаться, регламент ОМВД обязывает на вы обращаться к гражданам. Ну, я это все перевожу на уровень общения по-человечески, и многие идут на это. И тогда уже разговариваем по-человечески на ты, я к нему на ты, он ко мне на ты. Стараюсь именно по-человечески общаться. Не всегда это получается, не вопрос. Если мне все отказывают, там, только по званию, только по фамилии, только на вы, не вопрос. Я и так, и так могу. То есть тут нужно всегда спрашивать волю человека, который перед вами. И невзирая на то, что он под маской должностного лица, либо под погонами должностного лица, всегда я стараюсь идти на взаимопонимание, чтобы ему было удобно и мне. Нормально, культурно, вежливо вообще. Никакой агрессии не должно быть. Если мне кто-то говорит, если я случайно кого-то называю на ты, и он мне говорит, я вам не разрешал ко мне на ты обращаться, не вопрос, я могу извиниться. Я говорю, извините, я запарился. Хорошо, я буду к вам, но вы. Это общие принципы культурного вежливого общения, которые я рассказываю. Кому как общаться, сами выбирайте. Но я всегда спрашиваю волю, с кем я общаюсь. Чего ты хочешь? И вот тут надо выяснить, что ты хочешь. 1.1. Основание. На каком основании вы мне позвонили? Звонит вам, допустим, корреспондент СМИ. Я хочу задать вам вопросы. Какое у вас основание? У вас вышел приказ проинтервировать, позвонить мне. У вас будет какой-то сюжет. В чем причина вашего обращения? Не просто причина, но основание. То есть, ну вот это основание и причина, это в принципе одно и то же. На вас написали заявление, полицейские говорят. Или вы подозреваете в совершении противоправного действия, либо преступления. Всегда нужно выяснять основание. Пришли какие-то неизвестные лица в масках, говорят, сейчас будем отключать электричество. Основание. Приказ, путевой лист, если они на машинах приехали. Так называемый наряд. Нет, акт об отключении это итоговый документ. То есть, по факту, после отключения составляется акт. Это не основание. Основание, это именно внутренний приказ, что директор приказал. Не они сами решили прийти, а им приказали. У полицейских обычно это либо устный приказ, да, либо сообщение с номером КОСП. Это книга учета совершенных преступлений. Номер КОСП. Допустим, кто-то позвонил в полицию и сказал, что там-то, там-то был замечен такой-то человек, он совершил правонарушение. Книга учета совершенных преступлений. Это журнал, есть такой журнал и в отделе полиции, и в следственном комитете, и в прокуратуре. Но они немного по-другому называются. Но принцип такой же. То есть, регистрация всех поступающих сообщений о происшествиях. Когда вы звоните по телефону 112 и сообщаете о совершенном преступлении, вам обязаны, иногда сообщают по телефону номер КОСП. То есть, они сразу печатают в программу, что произошло, выясняют там имя, отчество, фамилию, где что произошло, номер телефона, подробности произошедшего, и формируют так называемые сообщения о совершенном происшествии, либо преступлении. Этому сообщению присваивается номер. Он так и называется номер КОСП. Номер регистрации в книге учета совершенных преступлений. Когда вы звоните, сообщаете, вы можете сразу по телефону узнать этот номер. Обычно они стараются это не сообщать, потому что... Сразу редко. Да, сразу редко, но мне удавалось сразу получать номер КОСП. Этот номер можно... Они говорят, что нам нужно зарегистрировать только потом, и мы можем вам сообщить, узнаете там в отделе полиции, либо позвоните. Это можно сделать позже, это можно сделать у участкового. Но обычно все говорят, придите, мы вас не можем идентифицировать, придите с паспортом в отдел полиции, и мы вам сообщим номер КОСП. Это тоже важная информация, потому что дальше по номеру КОСП вы можете провести проверку, что было произведено по данному сообщению преступления. То есть, если вы заявитель, вы можете прийти в отдел полиции или написать им ввольт-зявление, я хочу ознакомиться с материалами проверки, доследственной проверки. Ну, в общем, с материалами проверки по данному сообщению о совершенных преступлениях с номером, такой-то там, обычно пятизначным, там, таким-то номером. И вас обязаны пригласить там в течение трех дней, чтобы вас ознакомить с материалами. Материалы, что там содержится? Само сообщение о совершенных преступлениях, то есть распечатка КОСП, можете в интернете поискать, как она выглядит. Там будут рапорты, объяснения, письменные какие-то заявления, все доказательства, которые были приобщены, ходатайства, опрос свидетелей, запросы в разные инстанции, ответы на эти запросы. То есть, это может быть большая пачка. И туда же входят все постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении административного дела, ну, там, преступления административного дела, правонарушения. Вот, это большая пачка. То есть, мало кто знает, что эти бумаги, люди могут ознакомиться с этими материалами. То есть, когда вы позвонили там, допустим, автомобиль угнали, вы позвонили по телефону, сказали, у меня угнали автомобиль, даны какие-то, требую там выслать оперативную группу, либо участкового. Это все приезжают, берут у вас там письменное заявление, либо вы диктуете его, у вас есть это право надиктовать сообщение о совершенном преступлении, его составляют, берут по этому же сообщению у вас объяснение более подробное, и, в принципе, уезжают, и все, типа, все, мы потом вам сообщим. Так вот, у вас есть право потом через, в любое время, прийти, либо написать его изъявление заранее, отправить, что я хочу ознакомиться с материалом проверки, что вообще было сделано, какие действия были произведены по данному сообщению. А многие этого не знают, многие ждут, пока позвонят. Либо сами там звонят и им на словах отвечают. Но первичная информация всегда содержится вот в этих материалах проверки. Если вы обратитесь к кому-то либо правоведу, или юристу, или адвокату, он у вас в первую очередь попросит вот эти материалы проверки. То есть сначала документы, а потом разговаривают. Правоведы обычно вообще не разговаривают, они только слушают короткую версию, а дальше давайте документы, посмотрю, а потом будем разговаривать. Так вот, чтобы предоставить эти документы, нужно ознакомиться с материалом проверки. Там все есть. Вот все, что есть в материалах проверки, это идет потом в суд, либо по этим документам выносит какое-то решение. И это первичные документы, которые необходимы любому правоведу. И вам в том числе. Если вы хотите что-то добиться, что-то обжаловать правильно, там очень много информации, и она очень полезная. Вот так на словах никогда ни один проверок ничего не решает. Он в первую очередь здесь требует материала проверки. Еще раз добавить хотел. Если нету КСП, считайте, что вашего заявления нет. Неважно, что вы делали. То есть обязательно, если о чем-то заявляете, нужно узнавать КСП. Пока у вас нету КСП, считайте, что не было. Даже если они сразу не дают, то нужно настаивать на своем. Я вот, кстати, так и не выяснил. Был случай, когда по телефону отказались в принципе... Подожди, не разговаривайте одновременно. Давай. Был случай, когда отказались принципиально по телефону выдавать. То есть приезжайте в полицию. Но вот я так и не разобрался в этой ситуации. То есть могут они вообще не выдавать. Как вот они тут КСП должны выдавать. Обычно даже еще такой момент, что если вы... Ну, как бы, когда вы делаете обращение какое-то в дежурную часть, да, там, заявляете о чем-то. Если вы просите назвать КСП, вероятность того, что они отреагируют на этот вызов, она вырастает прямо на порядок, на два порядка, я не знаю. То есть если вы не просите, ну, вероятность того, что пришлют там машину, проверят что-то, ну, возможно, это просто будет отписка какая-то. С КСП, конечно, тоже может быть отписка, но они... То есть я вот когда звонил, допустим, у меня были ситуации, они знали, что я как бы с ними, ну, грамотно разговариваю, прошу КСП, прошу назвать мне там, то есть, ну, обстоятельства проверки. То есть я запросил, они, ну, не приехали, я не видел, допустим, да, я просил там проверить, вот, пресечь правонарушение. Я приехал, смотрю, правонарушение не пресечено. Я говорю, ну, ребята, если вы вот так вот поступаете, я говорю, ну, давайте тогда я буду обжаловать. Они в этом сами во всем не заинтересованы, то есть, то есть они там дали мне ответ какой-то, ну, отмазались просто. Я говорю, давайте тогда я так, я подъеду, я КСП свою заберу, вот, материалами ознакомлюсь, буду писать бумагу. То, что вы просто отписки мне пишете. Так мне потом в итоге два каких-то сотрудника звонили, оба отчитывались, то есть по вот этому делу. То есть если просто позвонить и ничего не спросить, ну, ничего не будет. Да, поняли, хорошо. Машина выехала. Вот ты вот подскажи, по тому, как получить номер КСП, все-таки по телефону имею я право получить или нет? Тут можно сыграть на том, что я как заявитель позвонил, и вот в рамках этого разговора вы меня идентифицировали как заявителя, я вам назвал имя, отчество, фамилию, и у вас нет основания не доверять мне. Согласно приказу МВД, номер не помню. Так что будьте добры, сообщите мне номер КСП, я подожду на телефоне. Мне нужно сейчас, необходимо именно сейчас, потому что, ну, там, я не знаю. Я знаешь, как думал, сыграть с ними в какую игру, ну, так, потягаться, а с ними не хотят сообщать, я думаю. Ну, смотрите, ребята, ну, я им уже так и говорил, как бы, раз вы мне не хотите КСП сообщать, значит, заявления по сути не было. Тогда принимайте еще одно заявление. Я вам сейчас буду бесконечно звонить и диктовать, пока вы мне КСП не сообщите. Но они, в принципе, сказали, как бы, в итоге. Тоже выход. Ну, нормативно правых актов я не нашел, как они должны давать этот КСП, то есть, вот, а вот так вот у меня получилось, в принципе, с них выбить. Да, вообще, самая простая процедура, но и по времени затратная, это когда пишете, приходите в отдел, либо они с ваших слов пишут, либо вы сами пишете и подаете в двух экземплярах. Они на одном у вас экземпляре ставят штемпель, что принято. Входящий номер, номер КСП, и плюс выдают талон. У них книжка есть с отрывными талонами, где они регистрируют все сообщения о совершенных преступлениях, и там небольшой такой квиточек, они его отрывают, там две половинки, то есть, они там и там пишут номер, вторую половинку отрывают и вам отдают. Там написан номер КСП, кто принял, дата, время, подпись и печать обязательно должна стоять. Вот этот талончик гарантирует вам, что у вас было принято сообщение о совершенных преступлениях. Бывает, да, скрывают, не регистрируют, забивают, бывает, двойной учет ведут. Две книги КСП бывают. Да, бывает такое. Тебе пишут, да, вроде как, да, вот номер такой-то. Ты думаешь, все, идет проверка, ждешь положенный срок, сколько у них. По уголовно-процессуальному кодексу у них три дня на принятие решения, то есть, три дня на регистрацию плюс три дня на принятие решения, это шесть дней. Через шесть дней должен быть какой-то результат, либо постановление о возбуждении уголовного дела, либо постановление об отказе от возбуждения уголовного дела. А если продлили сроки, то вам должны прислать уведомления о продлении сроков. Продлевают обычно до десяти суток. То есть, десять плюс три на регистрацию первичной, это тринадцать суток. То есть, следующий срок тринадцать суток. Еще одно уведомление должно быть. Либо отказ, либо возбуждение уголовного дела. И дальше, следующий срок, то есть, они могут продлевать три раза, до тридцати суток. То есть, через тридцать три дня однозначно должно быть вынесено либо отказ от возбуждения уголовного дела, либо постановление о возбуждении уголовного дела. Но такое обычно не происходит. Почему? Потому что все, кто пишут, они стараются всячески у вас принять не сообщение о совершенном преступлении в порядке УПК-141. Вот правильно надо писать именно сообщение о совершенном преступлении в порядке УПК-141, либо заявление. Они обычно у вас берут объяснение. Просто приезжают, ты им говоришь, у меня машину украли, пишите объяснение. Человек написал объяснение, все. Ни КУСП, ни сообщение о совершенном преступлении. То есть, материалы проверки по уголовному процессуальному кодексу не ведется. Просто взяли объяснение и уехали. Бывает такое. Бывает, говорят, мы у вас примем обращение. И человек пишет обращение. Думает. Особенно по неудобным темам всегда пишут сообщение, объяснение, что угодно. Да, да, да. Только они не... Нет, обращение они очень любят. Обращение. А слово обращение, оно подпадает под закон об обращении граждан, закон 59 ФЗ, по которому не проводится никакая уголовно-процессуальная проверка. То есть, там ни следователь, ни дознаватель, ни задействованный. Там идет просто как, типа, ты спросил там, а какое у вас там расписание в отделе полиции, там, режим работы в отделе полиции. И они тебе через 30... в рамках закона, по закону 59 ФЗ, через 30 дней отвечают. А у нас режим-то работает такой-то. Просто ответ. Да, просто ответ, отписка. Или там пишут, по вашему обращению в действиях сотрудников полиции, вот мне даже этот, следственного комитета постоянно писал один и тот же ответ. По вашему обращению, хотя я ему писал именно сообщение о совершенных преступлениях в порядке ПК-141, то есть, уголовно-процессуальный кодекс. А он всегда мои сообщения о преступлениях рассматривал как простые обращения. И он мне всегда один и тот же ответ присылал. По вашему обращению заранее не усматриваются признаки преступления. И это... Ну, в общем, вот так вот отвечал. Заранее не усматриваются. То есть, он не составлял рапорт, я подозреваю, что он не регистрировал в книге КОСП. Это даже видно по исходящему номеру. Вот если в исходящем номере присутствует буква КР, это значит простое обращение. А должно быть, ну, буква КК, КОСП. И они вообще должны указывать, что по вашему сообщению о совершенном преступлении, ваше сообщение было зарегистрировано в книге КОСП, номер такой-то, по нему проведена уголовно-процессуальная проверка, по материалам проверки было вынесено такое-то решение, либо продлены сроки, либо возбуждено уголовное дело, и прикладываю постановление о возбуждении, либо об отказе. Такое очень редко происходит. Это все нужно уметь обжаловать. Это у меня есть целое видео, переписка системы, или не помню, как называется, потом это видео вставлю. Я там три часа рассказываю, даю таблицу учета этих всей корреспонденции, как правильно обжаловать, какие бывают обращения, какие бывают сообщения о совершенном преступлении. Это вот три часа я народу рассказываю. Два года назад видео заснял. Так, самое главное основание, почему вообще к вам кто-то пришел, либо обратился, когда к вам подходит, да, неважно кто, любое должностное лицо, полицейский, росгвардеец, какой-то с виду похожий электрик там, или еще кто-то, похожий на охранника, то есть основание, что вам нужно-то, что вы хотели. И нужно спрашивать, вы руководствуетесь каким законом своей деятельности? Вам обязаны пояснить. Охранник должен рассказать, что он действует в рамках закона о частной охране, полицейский о законе полиции, росгвардеец о законе Росгвардии, следственный комитет, там, следователь, они обязаны тоже рассказать, что там они руководствуют своей деятельности законами, законодательством Российской Федерации, уголовно-процессуальным кодексом гражданским, вот это все вам должны разъяснить. Какое основание? Это тоже желательно выяснить. Но многие это пропускают. Это очень важно, когда вам приходят неизвестные лица, похожие на электриках, и начинают отключать электричество. Вот здесь, да, здесь давайте приказ, путевой лист, удостоверение ваше, установить личность. Вот представьте, да, установить личность. Только паспорт является документом, удостоверяющим личность, либо права, либо военный билет, короче, показывайте, я хочу удостовериться в вашей личности. Здесь же, вот представьтесь, да, по гражданскому кодексу идет доверенность. Если неизвестно кто, это не госслужащие, это не полицейские, там, без погоны, непонятно кто, не охранник, то есть не представился. Если он говорит, что он пришел от какой-то фирмы, то у него, по идее, должна быть доверенность. Потому что у фирмы в любой выписке ЮГРЮЛ, Единый государственный реестр юридических лиц, на сайте налоговой можете проверить любое юридическое лицо. Там всегда прописано одно лицо, которое имеет право действовать без доверенности от имени юридического лица. И директора, я так понял, никогда не приходят. Они других, в кавычках, подставляют. И когда приходит неизвестно кто, и он вам показывает просто удостоверение, он еще обязан показать вам приказ о том, что его уполномочили. Во-первых, удостоверить свою личность, показать паспорт, удостоверение и показать приказ. На каком основании он вообще здесь? Он сам добровольно пришел? То есть есть правоиды, которые вот таких вот, скажем так, а так и скажем, электриков подводят под то, что привлекает их по уголам на статье за самоуправство. Они то есть самостоятельно ходят по магазинам, и кто туда не отправляет, что ли? А вот их поспрашивай. Они обычно говорят, у меня устный приказ. Есть много видео. Мне устно приказали. То есть его устно подставили, я так считаю. Потому что он, когда будет разбирательство, и грамотный правовед начнет жаловаться на этого охранника, допустим, который стоит и не пускает куда-то, вот подходим к этим самым QR-котам и QR-кошкам, вот недавно видео вышло, подходит к охраннику, он говорит, ты вообще здесь на каком основании? Говорит, у меня устный приказ. То есть устный приказ, вот если, допустим, на этого охранника, он применит физическую силу, либо не пустит, это уголовная статья, там есть признаки преступления, по уголовной статье самоуправство и превышение должностных полномочий, и ограничение свободы передвижения, в том числе. Ну, там много признаков. В общем, когда грамотный правовед подводит это все, и полицию заставляет проводить проверку уголовно-процессуальную, выясняется, что они приходят к директору, дознаватель или следователь вынужден после грамотного обжалования прийти и опросить директор, который ему устно приказал. Естественно, директор скажет, что я им ничего не говорил, я ему доверие никакой не выписываю, он сам действовал от себя. И все. И охранник сам встревает. А его просто увольняют задним числом, и никто... Все, до свидания, следующее. Вот так обычно бывает. Я это все видел, я это все... смотрел, как это делается, как это обжалуется. И так чаще всего так и бывает. Но для этого нужно знать, как грамотно обжаловать каждое сообщение о совершенном преступлении, как его правильно подать, как его правильно зарегистрировать, как правильно отследить сроки, как правильно жаловаться, если не было уведомления, второго уведомления, третьего уведомления, постановления уже не было, либо само постановление пришло, его грамотно обжаловать. То есть там может пройти целый год. Но все равно есть правоведы, которые это добиваются, просто тратя один час в неделю на то, чтобы написать грамотную бумагу и обжаловать действия бездействия должностных лиц. Вплоть до того, что подаются иски в суд по статье КАС-22, это обжалование действий бездействия должностных лиц. То есть следователь провел проверку, вынес постановление, его обычно обжалуют в прокуратуру, прокурор отменяет, они опять проводят, опять выносят отказ, прокурор опять отменяет, и вот это вот крутится, крутится, когда уже надоедает, три раза прошел, подается в суд по статье КАС-22, обжалование действий бездействия должностного лица, и именно этот следователь начинает в суде отвечать, почему он именно так поступил, а не иначе. И через суд доказывается, что его действия были противозаконными, он не соблел там ту, ту, ту инструкцию, не написал там сроки обжалования, не разъяснил процедуру обжалования, и уже встревает сам вот этот следователь. Если, как только их вызываешь в суд, они все, они уже понимают, что шутить больше не надо, потому что в суде вы имеете право на видеосъемку, на аудио, видео с разрешения, так называемой черной мантией, через волю заявления хадатайства, а аудио пишите. И когда вы начинаете допрашивать этого следователя под общественным взглядом, у многих не то что руки, у ноги и зубы все начинают трястись, когда на них проливается свет просвещения от имени общественности. Там еще есть варианты обжаловать прокуратуру, но самое эффективное, там есть по УПК-124 это прокуратура обжаловаться, по УПК-125 тоже в суд, но после этого вы не имеете права на обжалование, и по КАС-22 это обжалование бездействия должностных лиц. Об этом тоже я все рассказывал в этом видео. Так, основание. После того, как выяснили основание, ну можно также и один, и два, то есть 1.2 это цель. Что вообще происходит, почему вы ко мне обратились, для чего пришли, что вы собираетесь делать, что вы от меня хотите, что сейчас вообще будет происходить. Это тоже нужно выяснять. Вообще цель звонка. Что вам нужно, что ты хочешь, это нужно выяснить. Цель и основание, причин и цель. Полицейского выясняете, они обычно это все с трудом называют. Когда ответственный приходит, как с ним разговаривать, устраиваем друг друга. В случае конфликта, если вам никто ничего не поясняет, не разъясняет, не важно, там, напомню, да, субординация идет, то есть тоже, причем основания вам должны обязательно сослаться на нормативно-правовый акт, на закон, на постановление, которое зарегистрировано на Минюсте, обязательно к исполнению всем должностным лицам. Вам должны хоть на какой-то закон сослаться. То есть, если вам что-то говорят, что это, вот это, вот это, вот это, какие-то обстоятельства сообщают, то к этим обстоятельствам обязательно должны быть доказательства. Допустим, вам говорят, что есть подозрение, что вы совершили какое-то правонарушение. Вы сообщили обстоятельство, что якобы мной совершено правонарушение. А теперь приведите доказательства. Где эти доказательства? Кто сообщил? Где сообщил? Где это прописано? Вы сказали, что поступило сообщение. Если на меня поступило сообщение, то оно должно быть зарегистрировано в номер КУСП. Как поступило? Могут прямо на месте. То есть магазин приезжает в полицейский, ему какой-нибудь продавец пишет от руки сообщение о совершенном преступлении. Соответственно, вас обязаны ознакомить с этим сообщением о совершенном преступлении. Что там написано? Вы имеете право ознакомиться, сфотографировать, получить копию. Это все у вас есть право. То есть это, я говорил, статья 5, пункт 7 закона полиции и статья 24.2 КРФ Конституции Российской Федерации. Обязательно должна быть ссылка на нормативный право вакт. Если он не ссылается, тогда это их личное мнение, ничем не подтвержденное. И в этом смысле, опять же, признаки преступления и правонарушения самоуправства и превышения должностных полномочий. Когда возникает конфликт, допустим, конфликтная ситуация с полицейскими, при любом раскладе, если какой-то закон не соблюдается, вы там говорите, предъявите удостоверение, вы ко мне обратились, предъявите удостоверение, он отказывается или начинает увиливать. Все, конфликтная ситуация. Я потребовал исполнить закон, он не хочет, либо отказывается, либо игнорит. Ну, не хочешь разговаривать, давай ответственному сюда, с ним будем разговаривать. Как это делается? В законе я читал это, смотрел в законодательство. Там при возникновении конфликтной ситуации сотрудники ГАИ, это про ГАИшников написано, могут сообщить, вызвать ответственного. Но если они могут, значит и мы можем. Потому что под погонами находится такой же гражданин, в кавычках, и он под гражданским кодексом. То есть в случае возникновения конфликтной ситуации мы по субординации имеем право обратиться к вышестоящему. Соответственно, вы можете позвонить 112 и сказать, вызывая ответственного по такому-то адресу, причину необязательно сообщать, на месте сообщите. Чем меньше информации, тем лучше. Краткость, сестра таланта. Все, жду ответственного здесь. Приезжает ответственный, с ним разговаривайте то же самое. Представьтесь, кто ты, чего ты хочешь, на каком основании. То есть удостоверение, звание, должность, фамилия, отчество, номер нагрудного знака. Все, об этом выяснили, дальше разговаривайте. Поясняйте, что сотрудник, вот такой сотрудник отказался показать. Вы можете, у вас есть несколько вариантов. Вы можете вызвать ответственного и с ним разговаривать. И требовать, чтобы ответственный принял жалобу. Ответственный для чего вызывается? Не для того, чтобы он приструнил того, кто нарушает законы полиции, да, своего подчиненного. А чтобы уже подчиненный не отвечал за ситуацию. Когда приезжает ответственный, уже он отвечает за всю ситуацию. И вы разговариваете с ответственным. Он более компетентный, у него звания больше, у него и знаний, и ответственность побольше. Поэтому с ним разговаривайте. Все, подчиненный для вас уже тут это, почти никто. А на самого подчиненного, пока едет ответственный, можно оставить жалобу по звонку 112. Потребовать, чтобы любой из присутствующих полицейских принял жалобу на этого полицейского. Если вот приезжает обычно вдвоем, да, наряд. Один нарушил, вы говорите второму, примите на него жалобу. Второго полицейского просите, чтобы он на первого принял жалобу. В письменном виде, с ваших слов. Либо, если полицейский один, по какой-то причине. Ну, допустим, участковый приезжает, а обычно один. Не вопрос. Полицейский, полицейский. Нарушил, нарушил. Жалобу имеете право оставить? На себя же пиши жалобу. Доставай бланк, пиши на себя жалобу. И плюс еще ответственно называть. А если в действиях, так называемого, должностного лица, вы усматриваете по каким-либо причинам признаки какого-либо правонарушения или преступления, вы еще можете по ЗАИ 112 оставить сообщение о совершенном либо правонарушении, либо преступлении. Чем правонарушение отличается от преступления, многие не знают. Есть правонарушения, это более мелкие простудки, такие как мелкое хулиганство, неуполнение законных требований сотрудников. Это административный кодекс КУАР, и там в основном легкие статьи, где предусмотрен арест максимум на 15 суток, где-то штрафы, где-то предупреждения, разные наказания, но не маленькие наказания. Где-то исправительные работы даже, по-моему, есть. Штрафы минимальные, наказания минимальные. А есть преступления. Преступления, здесь если КУАР, то преступления регламентируются уголовно-процессуальным кодексом. Это здесь могут и в тюрьму посадить, и исправительные работы, там строгий режим, разные режимы, разная ответственность, но в основном эта уголовка имеется в виду, что тюремное заключение и уголовная ответственность. То есть с уголовной ответственностью там совершенно другая история у человека возникает. Уголовно-осужденных, у них совершенно другие возможности потом в жизни. И если вы, и некоторые статьи совпадают. Вот, допустим, самоуправство есть и в КААПе, и есть в Уголовно-процессуальном кодексе. Зависит от степени тяжести совершенного проступка, правонарушения так называемого. Так вот, если вы вдруг усмотрели какие-то признаки чего-либо, какого-то правонарушения в действиях любого должного лица, то лучше всего использовать вот эту тяжелую артиллерию. Это Уголовно-процессуальный кодекс. Здесь пишется именно, ну кто как пишет, кто заявление, кто сообщение о совершенном преступлении. Но в порядке УПК-141. УПК-141. Можно, конечно, сказать, что ваше действие подпадает под статью КААП 19.1, это самоуправство. И на вас будет составлен административный протокол, по которому предусмотрена максимум ответственности 15 суток, либо какой-то штраф. Но лучше всего написать, чтобы по нему проявилась именно уголовно-процессуальная проверка. Дальше есть статья в УПК, статья 51, это «Последственность». Там распределяются все статьи УПК, что куда идет. Дела по УПК рассматриваются, ведется расследование либо следственным комитетом, либо полицией. То есть две структуры. А прокуратура никогда ничего не рассматривает. Она проверяет признаки и распределяет. То есть это такое, как сказать, как распределитель, они выявляют признаки совершенного преступления. Если там либо это преступление, либо это правонарушение, и к чьей компетенции это относится. Вот для чего прокуратура, в принципе, нужна. И они следят за законностью исполнения всех процессуальных действий. А дальше, если вы смотрели какие-то признаки совершенного преступления в действиях должного лица, вы направляете... Ну, я вот обычно прокуратуру направлял, они уже определяли по последственности, и к чьей компетенции относится, они уже перенаправляли. Либо в Следственный комитет, либо в ОМВД. Ну, и есть еще другие органы, которые отвечают за определенные виды деятельности в нашей жизни. Ну, допустим, Роспотребнадзор туда направляют. Либо в налоговую, если это касается налогового законодательства. И вот в такие структуры они уже сами направляют. Поэтому проще всего писать в прокуратуру. Они уже сами перенаправят, они знают. Но если вы точно знаете, что данная уголовная статья, допустим, самого правства, относится к полномочиям по статье 51, это легко, чем зайти, посмотреть по 51 статье УПК, к чьей компетенции относится данная уголовная статья. Усматривайте, скажем так. Не точно знаете, а усматривайте. Предполагайте, что есть признаки. И по 51 статье это относится к компетенции именно ОМВД. Лучше всего писать сразу в ОМВД. Потому что написав в прокуратуру, вы потеряете 3 дня на регистрацию, плюс 7 дней на пересылку. Это 10 дней. Вот такая схема. Что еще? Ответственный, да? Как с ним действовать дальше, если не можно договориться? Жалобы на него. Для него это смерти подобно. Ответственный почти на пенсии. А когда на него жалоба поступит и будет дисциплинарное взыскание со строгим выговором, с одним выговором, со вторым, с занесением в трудовую книжку, он может лишиться пенсии и вообще быть уволен. Это не рядовой сотрудник, который только пришел, и ему до пенсии 10 лет работать или 20. Если он ставит на сопровождение в отдел, причин нет. Причин нет. Надо выяснить основания, во-первых, для доставления. Что я нарушил? Он обязан пояснить. Если не поясняет, это уже все в беспредел. Ответственный может слететь сразу из-за таких дел. Потом вы можете просто прийти к начальнику МВД и сказать, вы вообще кого назначили. Плюс еще видео для общественности. Тут есть рычаги воздействия, и ответственный вряд ли пойдет на это. Я еще ни разу не вижу, чтобы ответственный разговаривал не по закону. Применительно к нашей ситуации, то есть когда нам, грубо говоря, участковый отказал в том, что, ссылаясь на внутренний распорядок заведения, отказал нам, получается, в удовлетворении нашей просьбы. То, что нас пропустили, мы прошли на месте. То есть правонарушения мы могли вызвать, получается. Ничего не понял. Еще раз, где вы находились и что хотели? Ну, вот в ПМД, когда нам отказали, получается, отхождение, мы вызвали, получается, участкового. Вот, и после этого, когда участковый приехал, мы его попросили устранить правонарушения на месте. Он отказался, ссылаясь на внутренний распорядок заведения, то, что они ссылаются там на постановление Комарова и так далее. Могли мы, то, что он отказался, получается, устранить нарушения, смотреть в этом. Стоп. Он сослался на внутренний распорядок лечебного заведения? Да. Вы работаете в этом учреждении? Нет. А вы как обязаны подчиняться этому распорядку? Ну, так же и говорили. У нас это как касается. Я ему говорю, он же подчиняется закону. Ну, все, конфликтная ситуация, по сути. Если он ничего не понимает, все равно требует ответственного. Если вам ответственное то же самое начинает рассказывать, опять же, то же самое. Примите жалобу на самого себя. Плюс 112 жалобу оставляете. Плюс сообщение о совершенном преступлении, превышении должностных полномочий. Не основывается на нормативно-правых актах своих действий. А у них, когда они подписывают контракт, либо трудовой договор, неважно кто, вот эти должностные лица, да, которые, вы даже сами, некоторые из вас, выходя на работу, почитайте свой трудовой договор. Там везде всегда вверху, обычно в первом пункте пишется, ну, в самом начале, что работая, сотрудник обязан руководствоваться законодательством Российской Федерации, Конституции, выполнять там все федеральные законы и в том числе какие-то внутренние инструкции. Это должностное лицо обязано руководствоваться всем этим. И вы ему, ну, желательно напомнить, вы нарушаете свои плят, вы нарушаете свою присягу, вы выходите за пределы своих должностных полномочий. У вас нет полномочий трактовать закон и что-то требовать от меня за рамками закона. Потому что в Конституции сказано, что, насколько я помню, там написано как-то, что так называемые граждане, они обязаны соблюдать только федеральные законы и ограничивать в правах и свободах и интересы могут только федеральные законы. А какой-то внутренний регламент, какое-то муниципальное учреждение лечебное, он вас вообще никак не касается. Вы не должностное лицо этого учреждения, вы не подписывали с ним контракт, вы не обязаны подчиняться каким-то внутренним документам какого-то неизвестного юридического лица. Вы с ними письменный договор не заключаете. Мы заключили на оказание уступного, я сегодня перечитываю. Но там же не написано, что вы обязаны подчиняться их внутренним регламентам и берете на себя обязанность соблюдать их. Вот и все. То есть вызывается ответственный, оставляется жалоба 112, пишется сообщение о совершенном преступлении, превышение должностных полномочий в порядке УПК-141. Примите сами, либо другого сотрудника полиции просите это, точнее требуйте, чтобы он оформил на него же за это сообщение о совершенном преступлении. Тогда еще добым к вопросу то же самое. А если мы то же самое, так скажем, повторим в том же самом заведении, это как-то карается, как-то, не знаю, или как-то есть какие-то препятствия к этому, так скажем. То есть мы снова обратимся с тем же самой просьбой, то же самое заведение, чтобы они выполнили свою часть договора. Свою часть договора. Может так и осталось, у нас деньги оплачены, нам не вернули их, а услугу так и не оказали же. Да, и ни суда, ни суда, там по маскам, там сказали обратиться самим самостоятельно в суд, пришло там, получается, отписка. От того, что они не оказали услугу, это все дело. От кого пришло отписка? Луценко Дмитрий Николаевич, знаменитая личность, именно он меня два раза направлял в тихушку незаконную. Вы сообщение о совершенном преступлении написали? Ну я вот написал, еще не отправил, потому что надо... Вот, это ваш главный козырь. Когда придет кто-нибудь из следственного комитета их проверять по этому поводу, почему не возбудили уголовное дело и почему отписку прислали. И плюс еще можете написать жалобу в МВД ХМАО, что полиция бездействует, не пресекает правонарушения. То есть есть все признаки мошенничества и удержания денежных средств. Вот, кстати, добавьте статью тоже. Сообщение о совершенном преступлении. Они по этому поводу и прислали нам отписку, потому что они не усматривают мошенничество в этих действиях. То есть ты как обращался? Что хотел? Если честно, в нашем заявлении, которое там было написано про слово мошенничество, вообще ничего не было. Ты требовал провести проверку в порядке ОПК 144-145? Нет, я же в этом не играл. Вот, вот, посмотри видео, где я все это рассказываю. Прикладываю образцы и рассказываю, как отслеживать все сроки и куда жаловаться. Они вот этого очень не любят. Еще одну написать? По-новой, да. Во-первых, это, еще раз я тебе говорю, скорее всего, вот этого не было, шага. К УСП. Нет, КУСП был. Выдал? Да. Ознакомься с материалами проверки. Воле извинения, я хочу ознакомиться с материалами проверки. Письменно надо или так? Можешь прийти, отдать двух изнапляров, хочу ознакомиться с материалом проверки. Тебе поставишь темпель, все, через три дня они обязаны тебя уже ознакомить. То есть в течение трех дней тебе обязаны позвонить и сказать, когда ты можешь прийти, ознакомиться с материалом проверки. Фоткаешь все от корки до корки. У меня тоже есть видео, как это, ознакомиться с материалом проверки и какие еще уловки при ознакомлении. Там тоже много уловок. Знакомишься, фоткаешь от начала до конца и там уже все видно. Что они делали, что они не делали. И на основании материалов проверки можно уже писать жалобы, обжалование действия бездействия, вплоть до того, чтобы в суд подать на того дознавателя, который проводил проверку. Для меня это все тоже очень было трудно и непонятно. У меня по образованию инженер-физик. И когда мне сказали, мы тебе поможем, мы тебя проконсультируем, но тебе нужно переосилить самого себя. Вот что хочешь, но писать очень много надо. Печатать, подписывать, отправлять, контролировать, таблицу создать. Много чего надо делать, но выхода у тебя нет. Либо тебя опять начнут психушку дергать и уже по-серьезному. Либо вообще могут это в лес увезти или еще что-то. Ну короче, ситуация серьезная. И мне пришлось самого себя пересилить, перестроить, переосознать. Я сидел этим всем и занимался круглосуточно. Причем в вынужденном отъезде, путешествия по стране с одним рюкзаком. У меня ноутбук был без экрана, то есть вот эта клавиатура. Мне приходилось искать экран где-то, электричество, интернет, где что покушать, где поспать. И я их задолбал до того, чтобы прокурору города Сургут ежедневно на стол 500 листов клали. Только от меня. Жалобы в порядке УПК 124. И сообщение о совершенном преступлении в порядке УПК 141. Дело не во времени, а дело в общественной безопасности. Длиться надо. Важно это или не важно? Это несомненно важно. Многие говорят, я готов заниматься правозащитой. Но когда они это все узнают, они понимают, что то, что они делали до этого, это вообще песчинка в море. А когда они узнают, что на самом деле нужно делать и как это делать, это не так трудно, как мне кажется на самом деле. Это нужно тратить 2-3 часа в сутки на все это. Когда у вас будет... Это я все с нуля начинал. А я вам даю готовые инструменты. Я вам даю инструкции, видеоинструкции. Я вам даю таблицу учета корреспонденции. У вас всегда есть под рукой консультации. Я, который может вам подсказать где-то что-то, как это сделать, как правильно поступить. А я, как это, как в тумане был ежик. Ничего не понимал, ничего не знал, ни то, ни другое, ни это. У меня ни таблицы, ничего не было, ни образцов. Все вот с нуля приходилось делать. И условия ужасные были. Вынужденном путешествии. Полдня сидел, печатал, до того допечатался. В кресле уснул, вы возле этого компьютера. Ты в кресле дома уснул. А я спал где попало, 8 раз переезжал. Вопросы есть? Это жалобы от прокуратуры, допустим. Но в данном случае, ну, к примеру, как стоит писать только внешнюю или дублировать хмалу или еще куда-то дальше, допустим. Об этом о всем я рассказываю в видео, это секреты переписки системы. А, вот так. Там прям все показываю, 3 часа рассказываю. Надо просто. Про отвод. Если вы, если все-таки вас по беспределу достали в отдел полиции, да, то там, в первую очередь, вам нужно требовать бумагу и ручку. И пишите множество хода тестов. Как минимум 5-6. Подожди, давай разберем основания, какие бывают для того, чтобы в отдел полиции доставить. Основанием для доставления в отдел полиции служит, первая причина, это невозможно установить личность. То есть, они говорят, мы вынуждены вас доставить в отдел полиции, так как вы отказываетесь предоставить паспорт, или у вас его нет с собой. Ну, то есть, опять же, чтобы предоставить паспорт, нужны 4 основания. Но они обычно их игнорируют. Мы, говорят, мы вас доставим для установления личности, так как вы отказываетесь показать паспорт. Все, тут конфликтная ситуация, опять же, нужно знать, что делать. Многие теряются. Ответственные 112, жалоба, примите, и все такое. Бывает, и это не срабатывает. Все равно под ручку, вон, я смотрю блогеров, без разницы. Хотя они уже знаменитые, все их знают, без разницы. Поступил, вот я не знаю, чем руководствуют сотрудники полиции, им вообще без разницы на все. Под ручку и повели в отдел полиции, доставляют. Ни в коем случае не сопротивляться, ни хамить, ни грубить, и не делать никаких телодвижений. Вот я жду, пока меня вот раз, тронули за локоть, все, я говорю, все, я сам пошел, не надо меня трогать. Под принуждением, под вашу ответственность. Если будете сопротивляться, это другая статья. Оказание сопротивления при задержании. Если вы толкнете или пальцем тронете, это уже 318-е. Применение физической силы к представителю исполнительной власти при исполнении должностных полномочий. Это серьезная статья. Ни одного прикосновения пальцем от вас не должно быть. Что хотите делать? Хотите, вот так стоить. Но даже так провоцируют. Толкают в бок, ты невольно кочунешься, да, или еще как-то. Они это все фиксируют на регистраторе, и потом в суде показывают, что это ты их толкнул. Бывает такое. Вот даже видеоблогеры, да, которые профессионалы, их доставляют в отдел полиции. До доставления в отдел полиции, вообще, сразу делайте устное ходатайство. Очень важный момент. Я хочу, чтобы к участию в деле был привлечен мой защитник. Мне необходимо время для привлечения, для поиска и привлечения, и заключения договора с моим правозащитником. Высококвалифицированным, с юридическим образованием. Это называется право на защиту. Если они нарушают это и не предоставляют вам возможность и время найти правозащитника, то будет правовед какой-то, или адвокат, или защитник. Насколько мне известно, в КАПе любой может выступать защитником по административному кодексу. А вот в уголовном, там только адвокаты. Они сейчас поменяли и по гражданскому делу, и по кассу, и по УПК. Там только с юридическим образованием может быть защитник. Но в любом случае, вы произносите это устное ходатайство, и, естественно, все должно быть зафиксировано. Должно быть вещественное доказательство в виде аудио или видеозаписи, чтобы вы об этом заявляли. Потому что если они этого не исполнили, не дадут вам возможность, они нарушают право на защиту. Право на защиту нарушенное – это стопроцентное основание для отмены вышестоящей инстанции любого решения, принятой первой инстанции. То есть, вот этого ходатайства достаточно устного, чтобы вас задержали, судили, присудили какой-то штраф, предупреждение, либо сутки какие-то присудили, вы выходите и обжалуете это решение, предъявив аудиозапись, видео, что вы требовали защитника, а вам отказали, не предоставили возможность, то есть нарушено право на защиту. Все. Любое решение подлежит отмене в случае нарушения права на защиту. То же самое касается протоколов. Вот когда, допустим, даже вы про это забыли, вас доставили в отдел полиции. В отделе полиции у вас должно быть первое – это вот берете бумагу с ручками, листов 10, как минимум, и ручку, и пишете ходатайство. Отложить рассмотрение дела в связи с необходимостью ознакомления с материалами дела, привлечь защитника высококвалифицированного юридического, вызвать скорую, плохое самочувствие. Вот этого, Андрея, это задерживали, я приехал. Первое ходатайство. А, отложить. Если у вас есть билет какой-то, и вы можете это доказать, что вы не можете присутствовать ни на заседании. Ну, в общем, у вас скоро какое-то важное, неотложное дело, либо поход к врачу, запись есть, вы можете написать ходатайство в связи с необходимостью посещения врача, куплен билет на поезд через 2 часа на самолет и так далее. Это тоже важные моменты, это обязаны рассматривать. На любое ваше ходатайство, письменное, обязаны тут же немедленно, безотлагательно вынести письменное определение. И вот есть блогеры, которые настолько ходатайств пишут одновременно, что там на всю ночь этот участковый, там, или кто рассматривает, он просто садится вот так за голову, ему на каждое это ходатайство надо вынести письменное определение, причем мотивированное. Он должен разъяснить и пояснить в своем определении, почему он отказал, на каком основании. Если он не придумает, не вспомнит нормативные правила, на основании которых он отказал и по какой причине, и не приведет ни одного весомого мотива, то это считается, опять же, нарушением вашего права на защиту. Самое главное это право на защиту. Плюс еще, вот когда вас доставляют, должен быть протокол задержания. Он обычно составляется по закону в том месте, где вас собираются задержать. То есть задержание считается с того момента, как к вам вас ограничили в свободе передвижения. У вас тогда статус задержанного процессуальный. Об этом тоже постоянно уточняйте, какой у меня процессуальный статус. Задержанный, доставляемый. Арестованный. Вот такие статусы есть. Есть еще доставляемый статус. Ну да, пока тебя удерживают, тебя доставляют. Доставили, все, недоставляемый, просто задержанный. Пока они меня вернут, я еще могу быть незадержанным. Нет, ты уже задержанный. Я же тебе говорю, как только тебе сказали, что вы задержаны, это определяет статус, это вот эти полицейские. И как только вы слышали, что вы задержаны, они могут и не сказать, что вы задержаны. Но вот вы двигаетесь, и вам говорят, вы куда? В смысле, а я что, задержанный? У меня процессуальный статус какой? Многие молчат. Надо уточнять. Я задержанный? Нет. Ну тогда я свободен. Все, пошел дальше. А если задержанный, где протокол задержания? Составляйте на месте. Двух понятых. С паспортами, с пропиской, с адресом, с телефонами. Пожалуйста, давайте задержание. За что задержание? На каком основании? Но это тоже все в большинствах случаев игнорируется. Просто скручивает и в отдел полиции. В отделе полиции тоже должен быть, если у вас какие-то вещи, вот у нас в отделе полиции номер 3, у меня всегда, когда я там оказывался под принуждением предоставления, у меня всегда все изымали. Все полностью. Ключи, какие-то вещи, документы, все изымали. То есть ты заходишь с пустыми карманами. Ничего не можешь. Ни ручки, ни бумажки, ни телефоны. Ничего нет. И вот делай, что хочешь. Так вот, когда изымают вещи, они обязаны составлять акт об изъятии. Изымать вещи могут только при досмотре. Осмотры это просто смотрят, не имеют права в карманы залазить, то есть ты можешь сам показать. Это осмотр. Но когда тебе залазят в карманы, либо изымают какие-то вещи, это называется досмотр с изъятием вещей. Да, опять же, должен быть составлен протокол изъятия, либо акт об изъятии. Какой-то одной вещи там, неважно, список. Должен быть документ, что у вас что-то изъяли. Акт изъятия, протокол изъятия, двое понятых, и каждая вещь описывается. Не важно, что это там, маленькая скрепка или еще что-то. Все должно быть описано. Абсолютно. Цвет, вес, размер, серийный номер, модель. Все должно быть описано. Меня канцелярским маньяком обозвали, когда я открыл свою сумку вот эту маленькую. А там и степлер, и печать, и градусник, и вот это все они начали описывать. Они за голову схватились. Нафиг ты ее открыл? Говорит, закрой. Давай, напишем просто сумку. Я говорю, не, пишем. И вот это для них, это просто, но это они не хотят никогда этим заниматься. Если вы вот так будете общаться с ними и дадите понять, что давайте действуем по закону. И протокол задержания, и протокол доставления, и протокол изъятия, и ходатайство давайте пишем. Они просто утонут в этой письменной работе. Они обычно как? Задержал, все изъял, посадил, потом повез на ИВС, все. Готово. А тут, когда начнется вся писанина, да они за голову схватятся, они вас запомнят обязательно. В следующий раз у нее выйдет из века, о, нет, с этим лучше не связываться. Ну, и нафиг. Опять рука встанет писать это. Ну, или ради, если уж ваш юмор им понравится, они могут это задержать, черный. И нам скучно иногда, они любят юморить. Но чаще всего не задерживают таких. Все, для них это аврало. Тем более, если будет аудио, видео, это все. Они прославятся, вы их потом прославите через какие-то соцсети, там еще какие-то юморные ролики поставляете. Они тоже любят это все смотреть. Очень любят, и смотрят, и знают. И улыбаются всегда, когда видят тебя. Просто так. Зная, что с этим человеком лучше нормально поговорить. Не нарушая закон. Не в рамках закона, но и не нарушая закон. Вот так. Это вот и есть правозащита. Она позволяет остановить против себя беспредел. Показывает, что вы знаете законы, вы знаете процессуальные все действия, способные защитить себя самостоятельно, даже не зирая на то, что у вас все изъяли. Даже когда у вас все изъяли, заводят в дежурную часть, иногда в обезьянник. Это так называемые маленькие помещения, два на один метр, все в бетоне и такая маленькая скамейка, на которой почти невозможно лежать. Даже оказавшись там, бумагу, ручку, буду писать ходатайство. У них видеокамеры все есть. Потом можно жаловаться. Ну, естественно, эти видеокамеры никто не поднимет. Это не в вашу пользу. Но ваша задача именно требовать бумагу и ручку. Даже несмотря, что вас изолировали, там в дежурной части все равно иногда ходят люди, то есть других задержанных приводят. Вы с ними можете договориться, чтобы они были вашими очевидцами. И обменяться контактами, зайди на канал Сургутнадзор, напиши мне, скажи, что мы с тобой виделись в камере. Мы потом с тобой, ты напишешь это, показания очевидца, что ты подтвердишь мои слова, что действительно это было, что я требовал ручку и бумажку, мне отказали. То есть нарушили право на защиту. Я не мог ходатайство написать. Все, тоже выход. Потому что рассчитывать на полицейских, что у них проснется совесть, не рассчитывайте, никогда не проснется. Только с вашей помощью. Самостоятельно они этого не хотят. Чего погрустнее? Вопросы? Вон, Ярослав, молодец. С ходатайством. Был в камере наверняка, да? Ну, ходатайство у меня теперь, что дальше делать? Им передавать, а не дальше код направить. Да, я же говорил, на любое ваше письменное ходатайство, когда вы будете подписывать протокол, так называемый, да? Ну, я не советую отказываться от подписания протокола. Потому что я уже все варианты испробовал. Я пробовал и отказываться полностью, игнорировать. То есть я вас не признаю, все, делайте, что хотите. Это самый худший вариант. Всегда нужно подписывать, но не так, как все привыкли. Везде поставил закорючку свою и все. А нужно писать, знать, где что писать и как писать. Это давайте на следующий урок оставим, потому что по протоколу вообще отдельная тема там длинная. Так вот, в протоколе, вот эти все ходатайства, которые вы написали, в протоколе потом обязательно написать. К протоколу прилагается 10-15 ходатайств на стольких-то листах, о том-то, о том-то, о том-то. Либо можете еще, если у вас места не хватает, так и пишите. В протоколу прилагается разъяснение на 20 листах, в том числе ходатайства, на стольких-то листах. И берете отдельный листок и разъясняете. При задержании какие-то, какие-то права были нарушены. Основания для определения паспорта личности не предъявили. И у вас есть на все это право. Вы можете писать, и никто не вправе вас ограничивать в этом. Ни во времени, ни в количестве ходатайств. Ни в чем. И вот сидишь и пишешь, и пишешь, и пишешь. Так может сначала во время составления протокола, как ты сказал, написать, в голове придумать, допустим, что ты 10 ходатайств хочешь приложить. И они тогда тебе уже не откажут, не смогут отказать. Если вы это напишите, возможно, потом у вас во время... То есть протокол нужно подписывать в самый последний момент. Сначала пишутся все ходатайства, все истребуется, в том числе скорая, допустим, вызывается. Вот это все проходит, когда вы все эти ходатайства написали, на них были вынесены определения, на каждое ходатайство письменное, выносят письменное определение. Если вы хотя бы с одним определением не согласны на свое ходатайство, вы имеете право заявить отвод полицейскому. Тот, который составляет протокол, либо занимается материалом проверки. Отвод это что такое? Это отсутствие доверия. Почитайте самостоятельно основания для отвода должностному лицу, в том числе полицейскому. Но отвод гласит о том, что дальше, в дальнейшем, почему так важно писать всегда, что не разъяснили права. И даже, допустим, с определением вы не согласны, вы усматриваете либо коррупционную составляющую, либо заинтересованность, либо некомпетентность. То есть вы имеете право на отвод данному должностному лицу, либо он нарушил какой-то закон. То есть приводите основание и заявляете отвод. Заявление об отводе такому должностному лицу при задержании нарушил такой-то закон, не составил протокол. Изъял телефон, не составил акт изъятия, протокола изъятия не было, свидетелей не было привлечено. Свидетели не указали, не указаны паспорта свидетелей, номера. Не указан телефон, то есть не указан адрес свидетелей. Вот это все указываете, вы указываете, и все, отвод. После этого это хорошее основание будет в суде. На заявление об отводе тоже должно быть вынесено определение. И это все переобщается к материалам дела. У вас папочка растет, растет. И когда к суде придет вот такая папочка, он за голос хватится. Ну нафига им это нужно? Он увидит, что какого-то правозащитника хлопнули. И наверняка придет с видеокамеры, с аудио и с поддержкой. И прославит меня на всю страну. Ну нафиг мне это надо? На доработку обратно. Или вообще там это, забери и все. Я не видел эти материалы. Ну я предполагаю, именно так происходит. А как отследить? Что? Сдели ходатайство, они ответят. Десять штук написать, отдать им. Пишешь, смотри, пишешь одно ходатайство. А как я зафиксирую, что у меня их было десять? А ты пропишешь это в протоколе. Самый главный документ при всем вот этом процессе, это протокол. Не бланк объяснений, не бланк обращения, не сообщение о совершенном преступлении, которое вас там попросят написать. А самое главное это протокол. В протоколе, там очень маленькая графа, поэтому я и говорю, к протоколу прилагается разъяснение и там можно написать столько-то ходатайств на столь каких-то листах. И соответственно требуйте новые листки, вы разъяснение все написали, ходатайство написали. Причем ходатайство лучше, вот написал ходатайство, вот держите вам ходатайство, вынести письменное определение немедленно и сейчас на месте. Незамедлительно, безотлагательно. Все. Пока он там выносит, вы второе ходатайство напишите. И вот так на всю ночь. Но обычно к вечеру это, да, всю ночь это длится. Даже если вас по беспределу доставят на так называемый ИВС, либо в камеру временного содержания, даже там и в стакане, и в камере вы имеете право на ручку и бумажку и писать, 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 писать. Жалобы в прокуратуру, ну это отдельная тоже тема. Да, вот так. И мало кто об этом знает. Я посмотрел, я 6 или 7 раз был в камерах, почти никто ничего не делает. Вот как это, вот как, задержали. Ну, задержали и все. Все изъяли. В камеру. Пить нельзя, кушать не дают. Воду не носят. Пописать некуда, покакать, извините, некуда. Ни бутылок, ничего, ни тары не носят. Вот как вещь содержит натуральную и все. Все это повод для ходатайства. Да, а потом, да, вас еще должны кормить, поить безоплатно, постель предоставлять. В нашем отделе полиции номер 3 понятия не имеют, о чем я вот сейчас речь веду. Я ни разу не видел ни постельное белье, ни еду, ни питье. Вообще ничего не видел. Хотя вот меня задерживали в Екатеринбурге. Там все пожалуйста. А там ППЗС? Завтрак, ужин, постельное белье, матрасы, одеяло. В отделе полиции это все. А здесь я вообще понятия не имею. Ты что, ты скажешь, ты что, сумасшедшийся? Вы сами этого никогда не видели. Ну почему они не любят, когда ведешь видеофиксацию в отделе полиции? Да потому что там сразу видно, вот она, вот он обезьянник. И там видно, что там ни матрасов, ничего нет. Ничего нету. Голый бетонный полк, на котором я одну ночь ночевал. На своей собственной обуви в позе лотоса. Всю ночь сидел так. А в отделении полиции нету ППЗ, только обезьянники и все? А есть обезьянник и есть такой продул, там называется дежурная часть. Там стоят скамейки и все. А куда увозят? А потом увозят в так называемый ЦВСИК, это центр временного содержания, на просвеживание 54 дробь 1. Вот там 40 камер на 400 человек. Там сначала заводят стакан, где только, ну такое небольшое помещение, типа этого, скамейка небольшая, туалет, которым невозможно пользоваться абсолютно. Просто в принципе невозможно. Там печаль такая, которую вы ни на одном вокзале не увидите никогда. Вот. И после этого стакана тебя там держат, могут час, могут два продержать, пока это, ну, место в камере не освободится. И потом в камеру распределяют, а в камере ни мыло, ни порошка, ни полотенца, ни зубной щетки, хотя должно быть все, ни полотенца, ни тряпки, ни половой, никакой, ни постельного белья, ни налочки, ни простыни, ничего этого нет. Ни ручки, ни бумажки. Иногда ручка с бумажкой есть, но очень мало. Когда тайса пишем, если забыл, какой нормативный право, как ты хочешь сослаться, его не обязательно писать? Нет, не обязательно. Да, тоже важный момент. Если вы забыли какую-то норму права, да, либо закон, либо статью, это, ну, не напрягайте мозги. И лучше всего не пишите, если не помните точно. То есть пишите, согласно действующему законодательству. То есть меня обязаны знакомить, согласно статье 5, со всеми документами, касающимися моих прав и свобод, согласно статье 5.7 закона полиции ФСН номер 3. Если вы вот это не помните, статья 5.7, вы пишите, согласно действующему законодательству. Все. Мы не должностные лица. Вы не обязаны знать законодательству. А вот они обязаны. Они потому и называются должностные лица, потому что должностное лицо сформулировано из двух слов. Долг и лицо. Почему они все вот эти лица прячут? Потому что за то, что они... Мы им платим из наших налогов зарплату. Мы платим налоги, из этих налогов им идет зарплата. Они нам должны за то, что мы платим налоги. То есть мы им платим, а они нам должны за эти налоги исполнять закон. Вместо этого они что делают? Что только не делают. Лишь бы не исполнять свой долг. Не нести службу. Еще последний вопрос. Участковый заявил, что запрещает нам выкладывать видео. По-моему, интернет он сказал. Но мы его тоже попросили. Он просто сказал, что я запрещаю. Запрещает? Да, я все понимаю, но я запрещаю. Да, вот так сказать. Ну тут, если он вам запрещает, не сославшись на нормативно-правовый акт и законодательство, тут можно его поймать на том, что я вам делаю предупреждение. Вы пытаетесь мне запретить, то есть принуждаете меня к определенным действиям, не основываясь на свои действия, то есть вы меня принуждаете совершить какие-то действия, не основываясь на нормативно-правовом акте и не ссылаясь на закон. То есть я предполагаю, что в ваши должностные полномочия не входят мне что-либо запрещать. В том числе вести видеосъемку. Я усматриваю в ваших действиях видеосъемку именно, да, он говорил? Да. А, ну все, это все признаки и административного правонарушения, и уголовного преступления. То есть по административке это 19.1 самоуправство, по уголовке это тоже самоуправство, не помню, по-моему 330-е что ли, да? Не помню. Да, 330-е. Он не снимает? Подожди, подожди, подожди. Он выкладывает, да, запрещает? Да. Так то же самое? То же самое? Снимать-то мы имеем право по статье 29.4 и Гражданский кодекс 152 статьи. А вот выкладывать можно изображение простых граждан только с их разрешения. И то, если это была какая-то личная жизнь. Если вы находились в общественном месте, вы не обязаны никому ничего не спрашивать. Но если вам лично поступит запрет на выкладывание чего-либо с изображением какого-то граждан, допустим, кто-то подошел и говорит, слушай, я тебе там на камеру попадаю, я не хочу, чтобы меня тут было видно, но не могут быть свои причины. Замажь меня, пожалуйста. Мне иногда так подходит. Или вообще вырежи, или отведи, чтобы я вообще в кадр не попадал. Или вообще вырежи. Все, не вопрос, сделаю. Если поступила прямая просьба такая, то вы уже дальше не имеете права, ну, опять же, ему нужно будет, если он потом подаст суд, ему нужно будет доказать, что он к вам подходил и делал такое предупреждение. Частному лицу. Да. Это касается только частных лиц. А должностное лицо обязано руководство законодательством, федеральными законами и должностной инструкцией. Ни в одном из этих документов не сказано, что он имеет право запрещать вам что-то куда-то выкладывать. Кроме слушая, если частное лицо правонарушения совершает? Правонарушения фиксировать и выкладывает? Нет, я тебя не... А, частное лицо, да. Если, допустим, простой гражданин совершает преступление или правонарушение, и говорит при этом, если ты меня выложишь там, я тебе запрещаю, все, это уже не касается, потому что вы фиксировали именно правонарушение и преступление. Вы имеете право, это как доказательство, вещественное доказательство. А вот должностное лицо полицейский не имеет права на это. На него уже можно звонить 112, превышение должностных полномочий самого правства, вызывать ответственного, и его же, либо его напарника требует принять сообщение о совершенном преступлении. Тут же на месте, в вузной форме, пишите сами на себя жалобу и сообщение о совершенном преступлении. Это в смысле пользование телефона в неслужебных целях, да? Нет, он превышал свои должностные полномочия, потому что в его должностных полномочиях не прописано, что он имеет право кому-либо запрещать выкладывать какое-либо видео в интернет. Пусть даже со своим, со своим, со своим участием или без его участия, мне это не важно. Он позволяет себе запрещать другому, это, гражданину какие-либо, совершать какие-либо действия. Его должностные полномочия это не входит. Это нигде ни в одном законе не прописано, что он имеет право запрещать выкладывать какое-либо видео в интернет. Вот так, вперед! Субтитры создавал DimaTorzok